Так, друзья, всем добрый день. Рад вас приветствовать. Сегодня, как и обещал, у нас будет прямой эфир с ответами на ваши вопросы. Да, сегодня у меня день рождения, мне исполняется 39 лет. И тему сегодняшнего эфира я бы хотел как раз символично подобрать. Тема эфира – это взросление детей и взрослых. Нам кажется, что взросление происходит автоматически, по мере того, как мы становимся старше. Но на самом деле взросление фактическое, физическое, оно нередко бывает не связано с тем, насколько психологически мы являемся зрелыми, насколько мы чувствуем себя достаточно взрослыми в каких-то обстоятельствах. Спасибо большое заранее всем за поздравления, за добрые слова. Мне очень приятно, что многие из вас присутствуют на этом эфире и пришли за ответами на свои вопросы. Ну и также поздравить меня. Огромное спасибо. Мне правда очень приятно. И мне хочется узнать, какими-то своими выводами, осознаниями за эти 39 лет жизни поделиться с вами. Конечно, все меняется, все трансформируется. Я уверен, что через 10 лет какие-то мои выводы поменяются и трансформируются. Но то, как благодаря моему опыту и работе с клиентами я сейчас ощущаю эту жизнь, и то, как я вижу, что помогает людям быть более гармоничными, счастливыми, что мешает, вот об этом мне бы хотелось поговорить. Но в контексте тех вопросов, которые вы задавали заранее в сториз, и, конечно же, на часть вопросов, я думаю, я смогу ответить сегодня. У нас с вами занятие будет примерно час, но я даже не хотел, чтобы это было какое-то занятие. Я уже по привычке это говорю, да, так как на своих тренингах и курсах говорю о занятиях и говорю, сколько оно длится. Я бы хотел, чтобы такая была дружеская беседа. Воспринимайте критично все то, что я буду говорить, потому что я не инстинно в последней инстанции, я не Господь Бог. Я просто человек, который очень увлекается психологией, да, является психологом и старается зрить в корень проблемы, работая с разными запросами. Ну и давайте, да, спасибо большое, давайте пойдем по вашим вопросам. Давайте начнем с такого вопроса. Он сразу как бы вглубь темы зрит. Почему у одних взрослых внутренний ребенок подавлен, и его не достать? А у других вся жизнь и с детской позицией, и с такими очень сложно, да, тяжело. Они совсем недоговороспособны, с детьми легче, чем с ними. Ну вот давайте немножко про понятие внутреннего ребенка. Я очень рекомендую почитать книги Эрика Берна, Эрика Берна по разному его фамилию называют. Игры, в которые играют люди, люди, в которые играют в игры, это автор транзактного анализа, книги по транзактному анализу можете почитать всем увлекающимся. Но Эрик Берн, это первый человек, да, это калифорнийский психотерапевт в свое время, который выявил на своих консультациях, он замечал, что люди в моменте могут меняться. Ну то есть вот перед тобой сидит сейчас такой серьезный, рассудительный человек, и раз ты задаешь какой-то вопрос, и он вмиг меняется и становится таким легким, игривым, жизнерадостным, спонтанным, улыбающимся. А в какой-то момент, словно после других каких-то тем и вопросов, в нем просыпается такой критикующий, отвергающий человек, который говорит, нет, так не должно быть, ты не прав, да, ты все время совершаешь ошибки. Он сам себе говорит это. Эрик Берн, Эрик Берн, фамилия автора, просит повторить. И он выявил вот таким вот путем анализа, наблюдения за тем, что происходит, он выявил три эго-состояния. Он так их назвал, эго-состояние, да, состояние нашего «я». Это наш внутренний родитель, внутренний ребенок и внутренний взрослый. И они у всех у нас есть и развитые в той или иной степени. И то, насколько они развиты, проявлены эти эго-состояния, склеены друг с другом, насколько вот они превалируют в нашей жизни, очень сильно влияет на наши взаимоотношения с другими людьми, на том, как мы себя ощущаем. Так вот, отвечая на этот вопрос, внутренний ребенок, что это такое? Внутренний ребенок – это условно, можно сказать, часть нашей личности, такая субличность, но не что-то такое потустороннее, вселившееся в нас, да, а часть нашей личности, мы же меняем, такая роль, можете сказать другими словами, которая отвечает за творчество, за эмоции, за чувства, за спонтанность, за проявления. И нередко, во-первых, внутренний ребенок бывает травмирован, а во-вторых, внутренний ребенок бывает подавлен. И вот как раз в вопросе, почему у одних взрослых внутренний ребенок подавлен и его не достать, это, как правило, у детей, которые повзрослели, но которые в детском возрасте были подавлены какими-то правилами, контролем. И я здесь не хочу сейчас обвинять как-то родителей. Родители, конечно же, более всего влиятельны, но также имеют роль и учителя, тренеры, братья, сестры, старшие, об этом вообще очень редко упоминают психологи, но это тоже может влиять очень сильно, бабушки, дедушки и так далее. И если ребенку говорили много запретов, много правил и предписаний, очень много недопущения, то есть не дай бог ты вот так сделаешь, да, то у такого ребенка как пропорция, вот представьте, такой пирог, да, торт, который можно поделить на три части, и у него одновременно вырастает часть родительская, контролирующая внутри, и при этом, как в пропорции, уменьшается часть детская. А у других вся жизнь из детской позиции, пишет автор вопроса, и здесь бывает так, что очень много вот этого ребенка, и мало контролирующего или заботливого родителя, и мало взрослого. И это тоже не есть хорошо. То есть, если вы спросите меня, как надо, как хорошо, нет единого ответа. То есть, это всегда баланс, сочетание вот этих ролей в жизни. Наши родители внутренние – это правила, предписания, запреты. Они тоже нужны в нашей жизни, чтобы как-то коммуницировать в этом социуме. Они нужны для того, чтобы не нарушать правила. Они нужны для того, чтобы где-то сказать себе «нет» ради большего результата в будущем. Поэтому наш родитель, он тоже нужен нам. Просто иногда его бывает очень много, и он подавляет спонтанность, творчество, игривость, легкость, жизнерадостность, эмоции. Но когда ребенка тоже очень много, мы имеем дело, как правило, с такими инфантильными личностями. То есть, когда это сплошное «я», «я хочу», «я не хочу», «мне нравится», «не нравится». Ну и там отсутствует или очень слабо развит взрослый и контролирующий родитель. То есть, я за то, чтобы как минимум поискать внутри себя, сколько внутри меня взрослого, сколько внутри меня родителя, сколько внутри меня ребенка. Да, про взрослого немножко не сказал. Взрослый – это такая часть нашей личности, условно можно назвать ее компьютером. То есть, это такой стратег холодный, безэмоциональный, который отвечает на вопрос «мне это выгодно или не выгодно?» Правильно, ну, с точки зрения эффективно, неэффективно. Да, это чисто такой расчетливый компьютер внутри нас. И он тоже нужен для того, чтобы планировать, управлять временем, распределять свои ресурсы, анализировать. Это аналитик внутри нас, это тоже нужно. Но знаете, когда взрослого слишком много в человеке, то ты с ним общаешься, и ощущение, что ты общаешься, ну вот, с роботом. То есть, он даже шутки анализирует, смотрит очень так четко, конкретно, по факту. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Ему важно понимать суть вещей, не так важно эмоциональная составляющая. Особенно тяжело с таким людьми, если у него еще родители очень сильно развит, контролирующий или критикующий. Ты таким в прессинге с этим человеком. Вот поэтому нет правильного, нет как бы такого, к чему нужно стремиться. Но какую-то свою золотую середину и баланс я рекомендую нащупать, найти. И, конечно же, очень часто в работе психолога основной акцент делается на том, чтобы раскрыть вот эту свою детскую, как правило, подавленную часть. Дать ей большее пространство для спонтанности, для творчества, для игры, для проявления. И договориться как-то со своим внутренним родителем критиком. Я, знаете, в свое время давно как-то писал статью. Я часто ее привожу в пример, потому что мне кажется, она очень наглядная. Ну, я как еще и как сексолог, да, я часто работаю с семейными парами, с сексуальной дисгармонией, в частности. И я написал статью, что когда двое ложатся в постель для того, чтобы заняться любовью, на самом деле их не двое, а их шестеро. Потому что у одного есть внутренние родители, ребенок и взрослый. И у другого есть внутренние родители, ребенок и взрослый. Ребенок отвечает, захочу. Родитель говорит, можно или нельзя, стыдно или не стыдно, плохо или хорошо. А взрослый внутренний, он просто говорит, как надо, как правильно, что я там в книжках читал или читал. И, конечно же, вот интимная сфера, это такая лакмусовая бумажка, часто показывающая, насколько много разных внутри нас и между нами в паре возникает конфликтов вот между этими ролями. И, конечно же, очень важно себя понимать, да, свои внутриличностные конфликты, прежде чем что-то предъявлять партнеру или партнерше по отношениям. Нужно понимать, не внутриличностный ли это мой конфликт, где я сам себе не разрешаю что-то, подавляю, злюсь и эту злость проецирую на своего партнера. Ну, хорошо. Дальше. Правильно ли обижаться на детей? Был такой вопрос. На мой взгляд, тут есть легкая провокация, может быть, она была не специальна, потому что обида – это эмоция. Любой психолог вам скажет, что чувствовать эмоции – это нормально, да, чувствовать эмоции – это естественно для человека. Другое дело, когда мы застреваем в какой-то эмоции, и обида – это очень сладкий, сладкий мед, да, для нашего, нашей психики – застрять в этой эмоции. Потому что у обиды куча вторичных выгод. Обидой можно манипулировать, обидой можно не делать то, что тебе не нравится, через обиду. Обидой можно управлять людьми вокруг себя, обидой можно даже вызывать какие-то чувства к тебе, жалость, любовь и так далее. И здесь вопрос ведь идет, правильно ли обижаться на детей. Я думаю, этот вопрос, видите, тех предыдущих, там, предыдущего ролика, который я записал, да, по поводу «не наказывайте детей игнорированием и холодным молчанием и отвержением», особенно на длительное время, возможно, он рождается из этого. Но вы имеете право, как родители, обижаться. Это абсолютно нормально. Другое дело, что насколько это продуктивно, насколько это продуктивно, особенно долго быть в этой эмоции. «Уйди, я на тебя обиделся, за глаз моих долой, видеть тебя не могу, как ты мог так поступить, ты меня позоришь», ну и вот это вот все. Это да, это продуктивно с точки зрения воспитательного процесса, в кавычках, потому что это дает результат изменения поведения. Ребенок, у него включается чувство стыда, вины, и он старается как-то трансформировать свое поведение. Но если часто очень прибегать к этому способу, то вот это чувство стыда и вины, которое ожидается у ребенка, оно будет токсичным. То есть оно будет постоянно в нем уже жить, если часто к этому прибегать. То есть я сам по себе такой, какой я есть, или такая, какая я есть, я не окей, я плохая. Потому что очень часто значимому для меня человеку рядом со мной, ну мама или папа, да, было со мной плохо, или он обижался. И если говорить про более зрелое поведение, то обиду лучше заменить тем, что вы открыто говорите о том, что вам нравится или не нравится. Я за открытый диалог с детьми уже, ну не знаю, с двух лет. Вы открыто можете проговаривать свои эмоции, ощущения, что вам нравится или не нравится. Это, конечно же, не даст такого феноменального результата, как если вы его накажете физическим отвержением или еще чем-то. Я против этого, сразу хочу сказать, я против физического наказания. Но это не значит, что в какие-то моменты... Вы знаете, я не хотел бы, чтобы вы в невротичность уходили, что не дай бог, не дай бог, а злости и напряжения так много, что вы срываетесь в итоге. Ну бывает, да, что ребенок там и бьет вас, да, и здесь тоже можно шлепнуть по попке один раз, но так, чтобы ребенок понял и больше никогда это не применял. Но я против этого. Если можно так не делать, то лучше так не делать. Но я с разными людьми, как бы клиентами общаюсь, и бывают родители, которые уже просто до ручки дошли. То есть они уже не знают, как реагировать. И здесь, конечно же, работа над собой в первую очередь, работа над той болью и над тем неврозом, который уже есть, и ребенок, он просто его триггерит. Вот. И можно с детьми в здоровом своем состоянии проговаривать о том, что вам нравится, не нравится, что вы принимаете, что вам приемлемо, а что нет. Только должно быть это очень четко, конкретно и вот без таких, без двойного дна. Потому что ребенок он хорошо считывает. Родители говорят серьезно или родители можно продавить. А вот через такую манипуляцию поплакать или сказать, что ты плохой папа или плохая мама. Да. И ребенок очень чутко прощупывает вот эти слабые места. Поэтому не покупайтесь на это и будьте стойки. И тогда потихоньку, не сразу, то есть не думайте, что двухлетки или трехлетки, ты скажешь, что тебе неприятно, и он сразу перестанет это делать. Да нет, конечно же. Он, может быть, начнет это слышать только в 5-7 лет. Но это не значит, что нужно не говорить в детском возрасте о своих эмоциях и чувствах. Потому что ребенок впитывает эту лексику, впитывает это понимание и для него становится нормальным говорить на языке чувств и эмоций. Такой вопрос интересный, когда взрослее взрослые, когда уже нет живых родителей. По-разному бывает. И что мы понимаем под словом взросление? Взросление, давайте вот как раз тема нашего сегодняшнего занятия. Взросление это расставание с иллюзиями. Детство, ну вот если так порассуждать, детство это всегда иллюзорное представление о мире, да, согласитесь? То есть в детстве нам кажется, что мир, он такой простой, что нас будут любить, кормить всегда, ну я имею в таком раннем детстве. Нам кажется, что мы центр вселенной. И многие застревают в этом состоянии, и им уже 20, 30, 40, 50 лет. А внутри они все равно воспринимают этот мир из детской позиции. Ну не вот инфантильные совсем такие, хотя и бывают и такие. Но в иллюзиях, что где-то есть принц на белом коне, который будет меня безусловно любить и принимать с утра до вечера. Что люди должны мне просто по факту моего рождения хорошо ко мне относиться, все любить и не критиковать меня. Что мир должен быть справедливым, и что если я что-то хорошее делаю, то и мне должны все хорошо. Ну и так далее. То есть иллюзий масса. И взросление, созревание, на мой субъективный взгляд, заключается в том, что происходит расставание с этими иллюзиями всегда через разочарование. То есть вы поймите, взросление это вообще ни капельки, ни кайфовый процесс. Когда ты думаешь, ух ты, как классно быть взрослым. Да, там это будет, когда ты уже как раз повзрослеешь и закрепишься в этом, созреешь. А поначалу такое ощущение, что у тебя вот титьку отнимают, которая тебя бесконечно кормила, любила. И ты такой наедине с этим миром, и все как-то холодно к тебе настроены. Тебе надо заслуживать какое-то хорошее отношение. Думает незрелый человек. И ему настолько страшно, одиноко и больно в этом все, что он думает, не нафиг, я лучше в это не пойду. И прилипляется к чему-то. Вопрос к чему? Обратно к мамке, папке. К супругу, супруге. К детям ли. Потому что мы не становимся сразу зрелыми, как только у нас появились дети. Да сколько... Сколько родителей... Да, я сейчас как раз специально не хочу уходить там матери или отцы, родители. Давайте так. Сколько родителей начинает уходить полностью в роль матери или отца, забывая обо всем на свете, потому что вот для них это становится опорой. Либо в работу, либо в бутылку, в алкоголь, во что угодно. И там начинают... То есть это такой виртуальный мир, кстати, в игроманию, в сексоголизм, если хотите. Да, вот для них это становится тем мирком, таким теплым, как вот утрого матери, в котором все предсказуемо, в котором ты хороший, ты окей, в котором тебя принимают твои, ну, в кавычках, собутыльники, да, в котором ты одобряем. Можно же просто быть одобряем в роли отца, одобряем в роли профессионала. И они застревают в этом на года, не взрослеют. А зрелость, она заключается в том, что мы расстаемся с какими-то долженствованиями, с каким-то неадекватным, незрелым отношением к миру. Ну, например, что мир нам что-то должен. Что мир справедлив. Что ко мне должны как-то хорошо относиться. Что я должна или должен что-то делать вот так и никак иначе. Это все такие иллюзии. Потому что мир не требует ничего от вас, и вы не должны, и вам никто ничего не должен в ответ. Это не очень легкое и комфортное для внутреннего понимания понятие. Потому что мир тогда становится непредсказуемым. Тогда мы теряем вот эту надежду на привычный способ получения любви и ощущение, что со мной все окей. Я знаю, что, например, я сопли потираю ребенку, драю с утра до вечера квартиру, занимаюсь с ребенком, я хорошая мать. Все, у меня все спокойно. Или там, мужик, я, значит, добычек, я все делаю, я на работе провожу с утра до вечера. Ко мне претензий нет. Но это тоже может быть защита. Это тоже может быть уход от зрелости. От того, что я это не только мать, я это не только работа, я это не только дети, я это не только муж или жена, то, какой я в паре. Потому что мы часто статусами защищаем вот свое такое неокрепшее внутреннее я. И взросление, оно как раз заключается через то, что я это не что-то конкретное. Я могу быть разным, я могу кому-то не нравиться, я могу с чем-то не справиться. Я могу говорить о своих потребностях открыто, да, думает такой человек. Даже если кому-то не понравится, я могу не терпеть и сказать открыто, да, что мне не нравится и как бы я хотел, чтобы было. Другое дело, что другой человек может это не воспринять. Но вот зрелость и взрослость, она про вот это, про то, что я сам себе доверяю. Даже если кто-то против меня, я могу открыто говорить, опираться на какие-то свои ценности и так далее. Конечно же, это идет во многом, когда ребенку с детства говорят о том, что я уважаю твой выбор. Это, ну, с детства, прям с раннего, с дошкольного возраста мы говорим, ну, вот ты вот это платьишко оденешь, да, или вот это. Ты вот хочешь этой машинкой поиграть, или вот этой. Выбирай, бери давай и пойдем в песочницу. Да, это твое дело, какое хочешь, такое и поиграем. Конечно, не всегда так. Если там на улице мороз, да, мы не говорим, что уважаю твой выбор, идешь без шапки, идешь. Хотя, где-то, как точечная акция того, что, ну, давай попробуем, пойдем, пойдешь в кофте мороз, давай, пойдем. Можно попробовать, но это, опять же, не для каждого родителя. И когда такое уважение ребенок чувствует, то у него формируется я. Вот нам кажется, что ребенка надо хвалить. Да, ты самый лучший, ты молодец, ты замечательно с чем-то справляешься. Но, на самом деле, где-то под текстом ребенок чувствует, что это может быть неправда. Потому что вы, вроде бы, говорите, ты молодец, но до этого, там, неправильно держишь вот это, не так сказал, не ту оценку получил, криво что-то выглядишь, ну, какой-то нерастяпа, да. И у ребенка диссонанс. То есть, я все-таки окей, или я какой-то не такой. А ребенка надо в большей степени даже не хвалить. А, во-первых, высказывать свои эмоции по поводу того, что вам нравится, да, там, типа, ух, круто, слушай, меня восхищает то, как ты это делаешь. Или там, ой, знаешь, я что-то переживаю по поводу того, как ты будешь с этим справляться. Ну, я тебе доверяю, но у меня вот тревога. Открыто говорите о своих эмоциях. Ну, а наполняет его то, когда вы относитесь к нему как к взрослому, да. Спрашивайте совета. Подскажи, как мне лучше вот быть в этой ситуации. Ну, не в сложной какой-то, и не вот вы там в слезах, да. А просто, как бы ты поступил? Вот у него вот такая ситуация. Вот как бы ты поступил? Опять же, не в какую-то трэш из серии «разводиться мне с твоим папой» или нет. Ни в коем случае не такое. А что-то простое. Даже мама и папа могут спросить, да, вот, там, что-то по технике папа, мама, там, по поводу того, что надеть. Это нормально. И у ребенка вы тем самым подтекстом транслируете «ты взрослый, с тобой все в порядке». Если я даже взрослый, с тобой консультируюсь, да, беру у тебя совет. И это, знаете как, это лучше, чем тысяча слов. Это лучше, чем тысяча комплиментов. У ребенка формируется «я окей», я могу себе доверять, если мой взрослый, мой значимый взрослый мне доверяет. Как это прекрасно. Вот, и говоря о том, что когда взрослее взрослый, когда уже нет живых родителей, мне, по моим ощущениям, этот вопрос немножко из боли. Я предполагаю, я могу ошибаться, сейчас просто фантазия, что у человека есть обида на этого человека, на родителей, в смысле. У этого человека есть обида на родителей. Возможно, не все было хорошо. Но когда родителей не стало в живых, в этот момент автоматом происходит так, что мозг как бы забывает все плохое потихонечку, не сразу, не быстро. И обнажается вот то хорошее, что было между вами. И когда обида уходит, создается ощущение, что вроде бы я и простил, что вроде бы обижаться уже нечего, не на что. И вроде я повзрослел, потому что обида же это детское такое чувство. В этот момент человек начинает чувствовать себя повзрослевшим. Но нередко это может быть иллюзия. Потому что зрелость и взрослость это не в том, ну, обижаемся мы на родителей или нет, хотя это тоже важный критерий. А в том, как я взаимодействую с этим миром, с социумом, с близкими, с мужем, с женой, с детьми, с мамой, с папой. Жду ли я от них какого-то определенного поведения, или я уже отпустил. Ну, он, она такая. Вот я принимаю какие-то вещи. Это не значит, смиряюсь с насилием, каким-то ужасом и трэшем. Не уходите вот в эту сторону. Это значит, что на какие-то вещи, на какие-то заострения характера, акцентуации, я могу закрыть глаза и принять этого человека таким, какой есть. Ну, да, вот есть такие моменты. Но мне хорошо в большей степени, да. И мои, знаете, как в свое время Андрей Аршавин сказал фразу, которая поставила крест на его карьере, но он был чертовски прав. После одного поражения сборной России он сказал в камеру, знаете, уважаемые болельщики, ваши ожидания – это ваши проблемы. Фраза, конечно, жесткая, да, потому что фанаты сборной России по всем видам спорта, наверное, ждут от них побед и не таких высказываний. Но психологической точки зрения он был прав. Потому что наши ожидания – это наши проблемы. Нигде не было написано, ни в одной религии, кстати, такого нет. Ну, я не религиовед, конечно, но я предполагаю, что мир должен быть для тебя хорошим. Вот ты пришел в этот мир, и мир что-то тебе должен. Нет. Там чаще как раз требования, каким ты должен быть, да. Вот, поэтому не могу я сказать, что обязательно, когда родителей нет в живых, вы уже повзрослеете. Но больше мне здесь хочется сказать, знаете, вот о прощении. О нем часто много говорят. И сразу хочу сказать, что прощение – это история не для всех. Прощение своих родителей, я имею в виду. Так как я много работаю с детскими травмами взрослых людей, но иногда я слышу такой ужас, что, наверное, людям в обычном, даже в кошмарном сне не приснится. И у меня, как у психолога, не поворачивается иногда язык сказать, что… Ну, а я пробовал ли ты их простить? Да, давай попробуем подумать, почему он так поступал или она. Да, давай попробуем простить. То есть я сразу хочу сказать, что вы имеете полное право не прощать своих родителей. Это первый такой постулат. Второй постулат, что в прощении все равно огромный ресурс для вас. И вот теперь Никулин сказал, и как мне теперь с этим балансировать? Я не хочу прощать, но в прощении есть какой-то там дар для меня. На самом деле, где-то глубоко, бессознательно мы чувствуем, что мы плоть от плоти, частичка наших родителей, мамы и папы. И какими бы ужасными они ни были, если мы глубоко внутри не принимаем их такими, какими они есть, не испытываем не то чтобы благодарность, но просто, знаете, не фиксируемся на том, что да, такой мама, такой я мама, такой папа, и тогда мы не получаем определенную, если хотите, ну даже вот с точки зрения рацио и выгоды, свою какую-то опору и поддержку. Чисто психологическую. Мы ощущаем себя оторванными от мира. Мы ощущаем себя незаземленными. Мы ощущаем себя без какой-то поддержки изнутри. И во многом, вот застревая в обидах, мы лишаем себя этого. И это не быстрый процесс. У кого-то пройдут годы, а у кого-то десятилетия. Я не приукрашиваю. Десятилетия. Прежде чем человек прикоснется к этому дару, который был запакован в родителях родительской любви. И да, у кого-то это произойдет только после того, когда он родителей потеряет. Но кто-то, может быть, сейчас из слушающих меня находится на таком этапе жесткого отрицания и непринятия своих родителей, что то, что я говорю, что там есть какой-то дар и понимание связи с родителями, оно ценно-психологически, может вызвать очень сильные протесты и отрицания. И это нормально. Не нужно чувствовать себя, что я какой-то не такой или какая-то не такая, если я сейчас не могу даже думать о прощении. Да, Елизавета, обиды отравляют, в первую очередь, нас самих. Прощать обиды надо для себя. Да, это тоже верно. То есть обида, это как такое, знаете, что такое обида? Это подавленная агрессия. То есть когда мы научаемся обижаться в детстве, то есть когда мы просим у родителей купить что-то, нам не покупают, мы злимся, мы не можем эту злость проявить, потому что на родителей злиться плохо, и мы обижаемся. То есть мы подавляем эту агрессию. Ну и, конечно же, обида, это мать считается мать всех болезней психосоматических, ну и в том числе очень страшных и неприятных. Поэтому вы правы. Прощать нужно в первую очередь для себя. Такая тема. Как правильно объяснять ребенку о его взрослении, изменении в теле? Когда и что нужно говорить ребенку о сексе? Как правильно начать разговор? Я очень рекомендую вот такую книжку для подростков, для тех, кто еще в предподростковом возрасте находится. Мое тело меняется. Все, что хотят знать подростки, о чем стесняются говорить родители. Издательство «Клевер». А эта книжка с картинками. Тут и про беременность. Давайте так покажу. И про зачатие, и про заболевания, передающиеся половым путем. И про контрацепцию. И про многие вещи. Кроме непосредственно полового акта. Вот в деталях. Слава Богу. Давайте я скажу как сексолог, но при этом я бы хотел, чтобы вы учитывали свою культуру, конкретно вас лично, свое вероисповедание, свои регламенты. Потому что это очень многообразный аспект. Здесь нельзя сказать, что нужно говорить в три года с детьми. Но я считаю, что эта тема очень напряжена для многих родителей. Эта тема очень часто табуирована. И покрыта таким махровым стыдом. И если вам стыдно говорить про это, лучше не говорите. Потому что в этот момент вы будете просто передавать вот этот стыд и отвращение по поводу этой теме детям. Негласно. Они же считывают все по невербалике. Они будут считывать все по тому, как вы краснеете, как вы мнетесь при назывании каких-то слов. И здесь лучше книга. Книга лучше помощник. Но вот эта книга, которую я показывал, это не для маленьких детей. Это уже для предподросткового возраста. Для своих детей. Не нужно это чужим детям давать. Но я убежден, что нормальное психосексуальное воспитание, развитие возникает тогда, когда ребенок получает информацию по мере запроса. Не нужно ему говорить заранее о том, что его ждет. И, конечно же, никаких порнографических, ну и эротических даже сюжетов, картинок не должно быть и даже с вашей стороны, ну имеется в виду самого полового акта, да, каких-то вот этих деталей до совершеннолетия ребенка от вас. Потому что, ну а особенно там в каком-то детском возрасте, даже с точки зрения развития, проводилось исследование, не помню где именно, но я получил эту информацию от профессора в свое время, Льва Моисеевича Щеглова. И он говорил, что дети в маленьком возрасте сцену любви, ну вот во всей ее красе, они воспринимают это как насилие. Когда дядя делает что-то с тетей, тетя делает что-то с дядей, и для них это травматично. Но проговорить о том, что смотри, вот это у нас глазик, вот это носик, вот это локоток, вот это животик, вот это пися, нормально. Это нормально. То есть нас Бог создал вот со всеми этими вещами. Проговорить про гигиену, про правила трусиков, нижнего белья, что никто не имеет права прикасаться к тебе там, если ты против этого. Только там врачи, только если я рядышком, да, или там папа, или мама. Вот какие-то вещи такие проговорить необходимо. Потому что, к сожалению, ну а если говорить про педофилию, и вот эти все вещи по статистике, большинство подвергаются действиям сексуального насилия от близких. В большей степени от, ну не близких, а от знакомых людей. И воспринимают это поначалу как игру, как норму, потому что это делает знакомый взрослый. Поэтому проговаривать надо. Нужно говорить экологично, лучше через книги, через литературу. Вот когда ребенок сам спрашивает, а почему мальчики писают стоя, а мы сидя? Так, отлично, можно открыто поговорить об этом. А как я попал в животик? Давай-ка я тебе покажу книжечку. На примере, там, животных, на примере ребенка, ну, человека, да. Через вот такой вот, то есть не напрягайтесь по этому вопросу. Конечно, отдельно тема, что делать, если ребенок увидел порнографические сцены, подружка показала в телефоне через интернет девочкам 7 лет. Конечно, это очень рано для этого возраста. Но, к сожалению, сейчас, если ваш ребенок пошел в первый класс, имейте в виду, с вероятностью 80-90% в первые 2-3 года он увидит или она увидит порнографический сюжет. И как раз-то разговор до этого о том, что у мальчиков половые органы такие, у девочек такие, мы вот разные, сперматозоид попадает в яйцеклетку вот таким вот способом, оплодотворяется, появляется ребеночек, ты у нас тоже сидел в животике у мамы, да, вот все было хорошо. Это, а, и добавляйте обязательно о том, что здесь это присутствует по любви, когда мужчина и женщина любят друг друга, мы с мамой и с папой подлюбили друг друга, да, и у нас появился ты. Это как профилактика того, что если ребенок увидит в 7-летнем возрасте порнографический сюжет, это уберет вот это ощущение, ну, опять же, сюжет-сюжет рознь, да, но чуть-чуть хотя бы уберет ощущение, что это что-то грязное, жесткое, постыдное и равно насилие, если об этом говорили. Если вы знаете как родители, что ребенок увидел это и, не знаю, перепугался, да, или как-то вы об этом узнали, то самое главное транслировать не то, что это нормально, да, вот сказать, что, ну, да, взрослые, важно подчеркивать, взрослые люди занимаются сексом, это нормально, когда они любят друг друга, когда у них есть желание целоваться, обниматься, соприкасаться телами, да, это нормально, да, то есть нормализовать эту сферу. Но если для ребенка это прям стресс какой-то произошел, да, то есть там же может быть разная картинка, и это прям какой-то шок, то здесь лучше, конечно, к детскому психологу сходить, потому что у него есть различные методики, проективные методики, методики десенсибилизации, которые позволят уменьшить вот это запечатанное чувство, запечатанные эмоции, которые, возможно, родилось в этот момент, взволновало, там, знаете, такая бывает коктейль, страха, возбуждение, стыда, ну и, возможно, там чувство вины за то, что я это смотрю. И вот это все, это первый такой, знаете, как импринтинг, впечатывается очень сильно, и это может уже потом повлиять на психосексуальный сценарий, то есть как данный человек будет воплощать это в жизнь. Поэтому, чтобы вот не было, как бы, знаете, человек зависает на какой-то теме, ну вот на той картинке или на своих эмоциях в этот момент, то есть потом будет хотеться опять либо там, ну, не знаю, на людях заниматься этим, то есть чтобы был какой-то адреналин, что это не просто любовь и продолжение любви, а что это что-то такое постыдно, агрессивно, страшное. Вот обязательно такой должен быть коктейль. Поэтому если вы видите, что это был такой, ну, какой-то опыт не позитивный, лучше, конечно, с психологом поработать. Ну и да, можно поставить родительский контроль на гаджеты, но всегда может найтись одноклассник без родительского контроля. Вот, поэтому работаем со своим стыдом. Муж признает только авторитарное воспитание и не переубеждается, жалко детей, что делать? Хороший вопрос. Это очень комплексный вопрос, потому что он включает в себя вообще семью как систему. То есть в идеале мне на консультации было бы хорошо работать и с мужем, и с вами, в паре. Ну и если есть дети хотя бы подросткового возраста, чтобы еще были они, но это не обязательно. Я стараюсь не работать с подростками, но иногда бывает вот эта семья как система в целом функционирует не так, как нужно. И вот однозначно ответить, ну, конечно, кажется, ну расскажите ему о том, как это плохо, о том, что это может привести к травмам и так далее и тому подобное. Логичный вроде бы ответ, но я уверен, что вы это уже и так делали. Давайте так. Если там нет какого-то ужаса и трэша, то есть он не бьет их, не унижает, обзывает самыми постыдными словами, а просто жесток, резок, может что-то запрещать, может говорить на повышенном тоне, но без унижения, то это еще как бы приемлемо. То есть это то, что можно потихонечку как-то пробовать там, смягчить где-то, но без детей, потом отдельно поговорить, сфокусироваться на том, что, слушай, ну вот когда ты разговариваешь мягко, ну не мягко, а доброжелательно, жестко, но доброжелательно, можно же быть жестким, но доброжелательно. Кстати, можете попробовать привести такую метафору. Я считаю, что это идеально для любых взаимоотношений, особенно с детьми, родитель должен быть как стальная рука в бархатной перчатке. Внешне вы мягкие, обволакивающие, обнимающие, ну не в прямом смысле, в прямом тоже иногда, а иногда вот в переносном смысле обнимающие, но внутри это стержень, внутри это жесткость. Это если вы сказали нет, то это нет, ну либо передоговариваемся. Если вы сказали, что вот так вот можно, а так нельзя, то так можно, а так нельзя. И какие бы ни были истерики, плачи, обнимания, угрозы, манипуляции со стороны ребенка, вы говорите, я понимаю, как тебе хочется. Мне даже тоже хочется тебе разрешить. Но вот роль у меня такая материнская или отцовская ограничивать где-то, следить за тем, чтобы это тебе во благо. Поэтому извини, но нет. Все, один раз так сказали, и дальше на любые там, дальше конючие, говорите просто, ну слушай, все, мы с тобой поговорили. Поэтому я к чему все это веду? К тому, что это нормально, что мама с папой могут быть немного разными в методах воспитания, ну в плане в проявленности. Что один может быть более жесткий, другой более мягкий. Вот часто вопрос такой поступает, что а как? Это же раздраил ребенка. То есть у меня можно, у него нельзя, у бабушек вообще там что-то третье какая-то вакханалия творится. Во-первых, поймите одно, что мир, в котором социум, в который будет дальше функционировать ребенок, а ваша задача родительская адаптировать ребенка к социуму, это понимание, что социум он разный. С кем-то сработает такое мягкое отношение, кого-то нужно слушаться беспрекословно, кому-то можно там обнять и сказать, да ладно, давай, забей. И он забьет. Кому-то, на кого-то можно подкупить, ну, не знаю, договориться, скажем так. Кого-то можно, ну, не знаю, любовью, да, кому-то можно сделать шаг на встречу, он тебе на встречу. И это нормально, что ребенок в детском возрасте видит, что по-разному вот эти, как бы свои границы отстаивают разные люди. Он учится коммуникации по-разному. Но, конечно же, если это касается каких-то креугольных важных тем, ну, там, тем питания, здоровья, гаджетов, то лучше, чтобы у вас были единые какие-то договоренности в вашем семейном поле. Но если вы говорите там с любовью мягко и уважительно, а муж говорит жестко, конкретно, четко и беспрекословно, само по себе это не страшно. Это даже дает понимание, что вот кто-то так, а кто-то не так. Но если там присутствует унижение, оскорбление, обесценивание и физическое насилие, то, конечно, это вот тот перебор. И здесь сложно с этим работать, потому что люди ко мне иногда сами приходят и говорят, Константин, я что-то гневаюсь очень сильно на своих детей. Я раздражаюсь и бешусь вообще капитально. Что мне делать? То есть он хочет или она хочет измениться, и не у всех получается. То есть этому для этого нужна определенная работа. А здесь человек, может быть, даже еще не хочет меняться. И вы его просите, его говорите. То есть есть велик шанс, что он не поменяется. Можно попробовать на консультацию ко мне, да. Можно как-то потихонечку вода камень точит в спокойной, в нейтральной атмосфере. Не вот тот момент, когда он наорал, вы подходите и говорите, какого хрена ты орешь на ребенка, ты что? Нет. В эти моменты уходите в сторонку, и потом спокойно, когда муж доволен, проговорите ему какие-то моменты. Понятно, что не всегда получится. Я идеальную картинку рисую. Но стараться стоит. Так. Как бы ни старалась, часто срываюсь на дочку полтора года. Дайте совет. Совет всем, кто срывается на своих детей. Неважно, мама, папа. Я очень рекомендую мой курс записи «Мама не в гневе». На самом деле его можно назвать «И папа не в гневе, и мама не в гневе», потому что там методики, которые помогают и мамам, и папам. Да, и мамам, и папам. Поэтому, если есть с этим проблемы, по ссылке в моем профиле, либо я, может, еще размещу под этим видео в записи, если смотрите, очень рекомендую этот марафон, этот курс. Я поделился максимальным опытом по тому, чтобы работать со своим гневом и со своей злостью. Но вообще, если говорить очень просто, то гнев на детей выражается, потому что дети, они, как правило, не могут нам дать сдачи, и они такой клапан. То есть, возможно, у вас просто по жизни накопилось много агрессии, потому что есть много запретов, много долженствований. Знаете, вот в таком неврозе живем постоянно, что все должно быть вот так и никак иначе. И дети эти сопливые начинают... Они же хаос, да? Дети начинают жить своей спонтанной, естественной жизнью. А у вас должно быть все четко, по правилам, в рамках. И в этот момент этот гнев, он просто вот выливается на детей. Вы себе обещаете каждое утро не гниваться, а он, например, раз, и выливается легко и очень просто. Поэтому, если говорить один простой совет, посмотрите в своем сознании, в своем голове, в своем подсознании, какие запреты, какие долженствования по отношению как должно быть и как не должно быть нарушает ваш ребенок. Например, ребенок должен есть, доедать всю кашу с утра, а он, собака, такой не доедает, и у меня сразу рождается злость. Я плохая мать. Да что у меня за такой ребенок? У всех дети как дети. А у меня вот такой ужасный, да? Вот, пошло. Это бывает прям с полщелчка. Да, он для... Марафон «Мама не в гневе», да, курс, он для родителей любых возрастов. Но если у вас подросток, я рекомендую другой свой курс «Нетрудный подросток». Там мы разобрали все, мне кажется. Начиная от учебы гаджетов, заканчивая алкоголем, наркотиками, сексом, тем, что он хамит, ворует деньги, как его наказывать, как вообще быть с ним в контакте, когда он закрывается, и все, что он говорит, отстаньте от меня, родители. Мы очень рекомендую, если вас все-таки на подросток выводят, да, из себя, то лучше идти на... Ну, не идти, а приобрести записи курс «Нетрудный подросток». Ну, вот как раз следующий вопрос, почему у детей с переходным возрастом ухудшаются оценки, трудно учиться стало. Отдельный прямо у нас там урок в этом курсе, да, по поводу учебы. Но если говорить очень коротко на эту тему, то в норме, в подростковом возрасте ребенок обесценивает все то, что транслировали и транслируют ему взрослые, учителя, родители и все остальные. То есть это нормально свергнуть с пьедестала взрослого, обесценить все родительские, ну, не сведу, родительские в широком смысле этого слова, тренерские, учительские ценности, которые есть, и вот перетряхнуть все эти ценности и что-то из этого взять с собой, а что-то сказать нет, мне это не подходит. И учеба это один из таких вот, ну, самый на поверхности фактор, где я могу проявить свой бунт, непослушание, а подростковую агрессию, послать всех куда подальше. И учителей, и родителей, а особенно если еще это сопровождается тем, что бывает такое в классе или в школе не модно учиться хорошо. То есть я еще, то есть представьте, в подростковом возрасте, в переходном, ребенку настолько важно быть сопричастным с какой-то группой, вот это безумно важно. То есть там проводили исследования, даже определенные отделы головного мозга гипертрофированно воспринимают критику от сверстников. То есть им безумно важно быть своим в стае. А учиться не модно. Да, конечно же, я не буду учиться, просто потому что это не модно. Да, просто потому что меня не отвергли из этой стаи. И я ни в коем случае не говорю, что не нужно учиться, нужно закрыть глаза и сказать, что давай. Не учить, конечно. Хотя в каких-то ситуациях нужно и так. Здесь тоже подробно на целое большое занятие, там, по-моему, минут на 40 я объяснял, то, как справляться с нежеланием учиться подросткам. В курсе про подростков это есть. Но если коротко, там даже не получится коротко, потому что там разные методики. Одна из методик, скажем так, это сфокусироваться на каких-то основных предметах и сказать, что окей, давай найдем компромисс. Вот два-три предмета ты учишь хорошо, остальные как получаются? Вот остальные как получаются, но там нужно смотреть проблемы в комплексе. Там и загруженность, там и какая у вас атмосфера, там и против чего он протестует. И в этот же момент нужно, точнее еще даже пораньше, передавать ответственность за учебу ребенку. В идеале ответственность нужно передавать уже до средней школы. И в курсе я тоже рассказываю, как это делать. Можно ли взрослому развить эмоциональный интеллект? Да, конечно, можно. Кому-то проще, кому-то сложнее. Есть люди, которые с рождения менее эмпатичные, они хуже понимают свои эмоции, эмоции других людей, определяют их, называют их, но пробовать, тренировать, и даже просто вот вы сейчас на меня смотрите и подумаете, а что он сейчас чувствует, когда он говорит? «Какие эмоции у меня?» Да, смотрите на близких, на ребенка наблюдаете, какие у него сейчас эмоции. Себя спросите. Вот я сейчас слушаю какую-то информацию. Вы сейчас, может быть, кто-то готовит завтрак, кто-то валяется в постели еще, кто-то, не знаю, уже на работе, не хочет работать и слушает меня. И вот вы посмотрите на тех людей, которые вас окружают, и попытайте, и свои, да, и свои эмоции. Попробуйте почувствовать, какие эмоции вы сейчас испытываете. Можно забить в Гугле или в Яндексе «Круг эмоций». Такой кружочек будет с разными цветами, и там будет очень много разных эмоций, их оттенков. Это для тех, кто не знает, какие эмоции вообще бывают. Я рекомендую на этот круг скачать себе на телефон и просто прям смотреть на него и думать, «Так, а что я сейчас чувствую?» И эмоции, может быть, несколько. Более того, они могут быть противоположными, ну, условно. То есть я могу любить одновременно и ненавидеть. Любить и злиться – это нормально. При этом еще раздражаться, при этом еще винить себя. То есть там комплекс эмоций. И вот эмоциональный интеллект – это то, когда я начинаю чувствовать разные свои эмоции и понимать, какой полезный и интересный эфир. Спасибо большое, Ольга. «Прошла курс «Нетрудный подросток». Очень советую. Спасибо большое, Таня. «Если дети взрослые, но ведят себя как подростки». Вопрос, конечно, сколько лет, но это очень часто бывает. «Надо уметь перерезать пуповину». Вот прям потихоньку, через веру в тебя. Слушай, ты уже взрослый мальчик, девочка. Я верю, что у тебя все получится. Но здесь, конечно, мне хочется задать дополнительный вопрос, как он себя конкретно, или она, или они себя проявляют, не как взрослые. Но я подозреваю, что нерешительные не идут во взрослую жизнь, в этом смысле слова. Обижаются, думают о том, что им что-то кто-то должен. И вот здесь хотя бы свою родительскую заботу уменьшать. В этом плане мне нравится книга Анатолия Некрасова «Материнская любовь». Такой парадоксальный случай, когда мужчина написал книгу про материнскую любовь. Но вот всем мамам и папам, которые безумно любят своих детей, или им кажется, что они безумно любят их, я очень рекомендую эту книгу прочитать. Чем раньше, тем лучше. И она намного откроет глаза в понимании того, как своей любовью мы инвалидизируем детей, как своей любовью мы ограничиваем детей, как своей любовью мы не даем им развиваться. И знаете, как-то мне один знакомый знакомый рассказывал, что коллега уже пенсионер на работе, уже вообще взрослый-взрослый дядечка, лет под 80, не увольняется. И на вопрос, а почему ты не увольняешься, он говорит, ну как же, мне нужно детям помогать, мне нужно сыну помогать, он же на пенсии. То есть ему 80, ребенку было сыну 60, по-моему, лет, но еще давно это было, до реформы. И типа нужно сыну помогать. То есть вот до такого даже доходит. Поэтому урезайте в каких-то местах свою такую медвежью услугу, медвежью заботу с позиции «Я верю, ты справишься». Но, не знаю, деньгами вы помогаете или чем-то еще помогаете. Ну, давай договоримся. С сентября все. Я эти денежки уже хочу тратить на себя, любимую, на себя любимого. А ты давай-ка устраивайся. Я верю, у тебя получится. Ты такой смышленый парень. Конечно, ну, если нужно подсказать что-то, обращайся. Но сделаешь все великолепно. Но очень часто родителям на это тяжело пойти. Я ведь буду плохим отцом, плохой матерью. Как так? Как так? И вот с этим неврозом, с этой установкой, что я плохой, и нужно поработать. Так. Книга называется «Материнская любовь». Автор Анатолий Некрасов. Да, любовь во вред. Взрослый ребенок не хочет на работу. Ну, вот об этом и речь. У меня одна знакомая, взрослая женщина, она сказала, либо учитесь в институте, либо идете работать и оплачиваете, ну, если живете со мной, пополам оплачиваем, ну, там несколько детей, пополам оплачиваем квартплату, сами себе оплачиваете продукты. Ну, вот эти две вещи. И для кого-то может показаться ужас, что за мать такая. Но по факту я знаю ее детей, великолепные, самостоятельные, любящие, уважающие родителей, дети. Хотя тоже были вот эти вот, ну, что ты, ты зачем, ну, почему тебе нас не жалко. Это как раз, когда хотел бросить учебу сын. То есть он уже учился, но хотел бросить, он говорит, окей, твой выбор, уважаю, бросаешь. Но только сразу идешь работать и скидываешься вместе на квартплату и за продукты. Вот. По-взрослому. По-взрослому. Вы поймите, там хороший пример, в этой книге приводится, что ни у одних животных мать или отец не держат своих вот уже вылупившихся птенцов максимально долго в своем гнезде. Они их всех выталкивают, и заметьте, если берем пример птиц, они их выталкивают, когда те еще не умеют толком летать. Вы видели эти кадры на Animal Planet? Как они летят, падают такие, просто какие-то кусочек пушка. У него крыльев толком еще нет. Он падает, бухается, ударяется об камни, встает, отрехается, что-то пробует дальше делать. То есть не тогда, когда он уже орел, такой, ну ладно, мама, папа, я полетел. А когда он еще птенец, ну уже такой, оперившийся птенец, да, вот тогда они его и выпускают. Потому что это у нас только, у взрослых, потому что у нас есть, нас природа одарила префронтальной корой, где мы можем планировать, визуализировать себе, что-то там нагонять. И вот мы себя нагоняем. Я буду плохим отцом или плохой матерью. Так, ну, я обещал сегодня час, давайте завершающий вопрос зачитаю. Ну вот, два вопроса похожих. Хочется ощущение, что я хорошая мама для своих детей. Нет уверенности. Или другой вопрос, как перестать винить себя, что я делаю что-то не так в воспитании сыновей. Ну, чувствуете, про вину. Оба вопросы. Как перестать себя винить? Вина – это чисто, ну, вот такая, хроническая вина – это чисто невротическое качество. И здесь чисто с виной, с чувством вины, работать, ну, не так продуктивно. Потому что наверняка вы уже слышали что-то, читали про это, но не получается. Здесь нужно работать, ну, не то чтобы со структурой своей личности, о своей философии жизни, с тем, как я воспринимаю себя и других в этом мире. С тем, что я должна быть идеальной мамой, я должна соответствовать каким-то требованиям, я должна, или там, должен быть таким отцом в сто раз лучше, чем мой отец. Кстати, очень часто такое послание формируется, когда в детстве у вас было не очень счастливое детство, и вы внутренне себе сказали, вот я-то уж буду для своих детей идеальным папой или там, идеальной мамой. Ага, ребенок рождается, а как правило, у таких родителей, которые так себе пообещали, рождается просто не ребенок, а что-то с чем-то. Это сплошной хаос, когда все раскидано, все наприкосяк. И там начинается вот эта вина. Я же себе пообещал или я же себе пообещала не то, что не ударить, не кричать даже на ребенка, но в силу невротичности характера у такого человека должно быть понимание, что все должно быть вот по каким-то полочкам, расписанию, кружки, одет, обут, помыт, сыт, доволен, спать такое-то количество времени, успевать, читать к такому-то возрасту. В общем, все расписано. И вот в этом своем неврозе растет напряжение и в итоге этот гнев, он просто выливается, точнее, не выливается, он как из скороварки взрывается, вот это все напряжение, и выливается на самого беззащитного. Ну, потому что на жену или на мужа идти с гневом как-то опасненько, может, пострадать отношения, на маму, папу тоже, там, они тебе, скорее всего, надают, а вот ребенку, пожалуйста, и туда все выливается. Важно понять, у меня даже где-то было видео, говорите для себя мантру, что я неидеальная мама или папа для своего неидеального ребенка. И он вырастет неидеально. И я всегда буду неидеальным моим мамой и папой. И это нормально. Ненормально быть идеальной. Ненормально быть инстаграмно вылизанной какой-то. Я имею даже не внешне, а по чертам характера. Это не норма. Норма быть с шероховатостями. Норма это где-то накричать, ну, подойти, извиниться и сказать, слушай, ну, что-то я прям сорвалась, извини, да, ну, вот, ну, так я была в шоке от того, что ты так ответил мне. Давай лучше так не будем, да, вот, у мамы тоже, мама тоже живая, мама тоже не ожидает иногда каких-то таких штук. Да, давай, обнялись, поцеловались и двигайтесь дальше. Не вот без этого, Господи, он с травмой будет. Он к Никулину через 15 лет пойдет на консультацию и будет говорить, какая мать ужасная. Не нужно вот этого все. Ну, пойдет, ну, проработает. Сейчас психология, психотерапия так продвинулась вперед, что серьезно, то есть, это не как 100 лет назад психоанализ, когда ты приходишь на кушетку и 5-10 лет ты рассказываешь о своем детстве, о снах, ни в коем случае не принижая психоаналитиков. Но так ведь было 100 лет назад, когда человек просто рассказывал о том, что он видел, чувствует, думает и так далее, и в итоге очень медленно шел прогресс. Вот. Но сейчас есть возможность исправлять более динамично и результативно свои какие-то травмы, детские обиды, страхи, тревоги. И если у вас есть на этот запрос, с удовольствием помогаю и помогу вам на своих консультациях. И в связи с тем, что у меня день рождения, если вы напишите в директ или в личное сообщение при записи на консультацию слово день рождения, то 10% скидка на первую консультацию для вас действует. Ну, это для тех, кто был на этом эфире и тем, кто посмотрит его в записи. Спасибо большое за поздравление. Да, я думаю, что, знаете, я так иногда вспоминаю себя десятилетнего и думаю, боже, какой наивный, какой травмированный, какой закомплексованный, сколько всего было. И я думаю, что это нормально через 10 лет вспоминать или пересмотреть свой этот эфир и думаю, какой наивный, какой травмированный, какой закомплексованный, да. Но, дай бог, что нет, все-таки годы психотерапии личной тоже дают о себе знать. И я надеюсь, что это нормально, когда мы растем и пересматриваем свои какие-то жизненные ценности, жизненные ориентиры. И мне бы очень хотелось, чтобы какая-то, может быть, фраза всего лишь как семечка упала где-то у вас на почву и, может быть, проросла через через год, через пять, через десять лет, но проросла. И чтобы у вас все было хорошо. А я в этом, если что, помогу. Спасибо большое за участие, за вашу активность, за ваши добрые слова и пожелания, поздравления. Я надеюсь, что эфир сохранится. Мне очень бы хотелось, чтобы это было так. И до встречи на новых эфирах с кем-то, на других вебинарах. Хороших вам выходных и с праздниками! Субтитры создавал DimaTorzok